всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня я хочу показать свои вязаные итоги за июнь что в этом году в июне я успела связать как вы видите это вот такая вот прекрасная туника я скомбинировала два цвета ниточки это хлопок у меня уже такого цвета не осталось меня прям вот впритык все ушло на эту тунику изначально желтый это вот эти нитки мили фили 50 грамм у меня ушло 5 мотков вот остался маленький клубочек и вот такого цвета у меня осталось тоже немножко это были атлана гросса хлопок классику один моток у меня ушел туника получилась хорошая мне она понравилась очень я своим результатом довольна вязала я на спицах номер четыре с половиной вязала потому что я хотела чтобы она у меня получилась летняя такая воздушная легкая я выбрала вот такой ажурный рисунок красивый и сделала отделку серым цветом вот плечо у меня шито трикотажным швом петля в петлю потом я сделала отделку серым цветом здесь у меня полоски и на другой стороне туники сверху у меня тоже идут вот такие вот полоски я еще оформила разрезы внизу и осталась довольно очень результатом туника получилась легкая хорошая воздушная с удовольствием ее буду носить я ее уже одевала и буду одевать и дальше это вот моя первая вещь за июнь 2 я связала тоже тунику белого цвета вот таким ажурным внизу красивым рисунком а вверх я пустила немножко плотнее это туника была у меня с вырезом лодочкой задумано и так я ее и связала здесь тоже у шов петля в петлю здесь я обработала крючком ее получилась она у меня широкая длинная и такая свободная как раз на лето это были вот такой вот вот такие нитки такой хлопок от фирмы шефе бамболи классик 50 грамм у меня ушло 6 мотков вязала и на спицах четыре с половиной также как и другую тунику и для того чтобы рисунок был немножко плотнее я добавила вот такую ниточку это у меня с бобиной пряжи вот такую вот немножко фактурную ниточку и вязала уже вместе эти две нитки на спицах четыре с половиной мне очень понравилось результатом я довольна своим как раз хотела такую летнюю тунику у меня все цвета вот белого нету поэтому такая была задумка у меня по белому цвету я осталась очень довольна своим результатом связала я эти вещи в отпуске мы в июне в начале июня мы ездили на 10 дней к родителям уже отдыхать словению ну там вообще свекров не ничего не дает делать даже посуду мыть поэтому очень было много времени для вязания и я связала вот такие две вещи третья моя вещь за июнь это туника крючком тоже из хлопка фирмы шеви бомболе классик ушло у меня 6 мотков вязала я эту тунику крючком размер два с половиной крючка вот таким красивым рисунком ажурно горловину я сделала пику из трех петель такую обвязку рукава которые были по схеме мне не понравились они показались очень плотными мне для этой вещи я хотела что получалось более летние воздушная ажурная такая туника поэтому я рукав изменила и связала просто вот такой сеткой с накидом у меня здесь идут три петли с накидом потом здесь два накида и я все время это чередовала все время это чередовала и в конце я точно так же сделала отделку обвязку пико из трех петель мне очень понравилось смотрится хорошо как раз для лета не жарко прекрасно я уже ее одевала я уже стирала и и даже два раза целых мне очень нравится эта туника я осталась очень довольна этим результатом я думаю что я свяжу еще одну то не тунику такую же только другим цветом вообще ну как бы не хотелось какие-то вещи повторять потому что столько новых идей столько узоров но не знаю почему то именно вот эту тунику вот этим узором не очень хочется повторить мне она очень нравится я бы хотела ее связать возможно еще белым цветом или нежно-сиреневым я еще подумаю пока я еще на данный момент не решила каким цветом я буду вязать но я точно решила что я обязательно ее повторю вот такие мои три вещи связанные красивые получились в июне теперь я хочу вам показать какие у меня планы на июль я уже тут кое-что начала это мой такой начальный процесс моя задумка сейчас я вам все покажу у меня были изначально вот такие три матка это итальянская пряжа я покупала ее на распродаже здесь не указан не метраж не вес я взвесил один моток один моток получился 100 грамм но так как он небольшой сам по себе и нитка довольно плотная ну я так думаю что метраж небольшой поэтому что можно связать из трех матков я долго думала на лето ну я решила связать маечку маечку и вижу я на спицы номер пять я всегда вижу на круговых спицах мне так удобно выбрала я вот такой рисунок сейчас изделие изначально довольно таки узкая так запуталась секундочку вот так вот я сделаю сейчас вот это мой начальный как говорится процесс из этой пряжи пряжа мягкая хорошая состав кстати вот я сейчас скажу какой состав 85 процентов хлопок 14 процентов полиамид и один металлик ну металлик один процент это здесь очень-очень тоненькая ниточка я не знаю вот видно ли на камере буквально такая нежнейшая ниточка люрекса внутри практически в изделии не видно никакого блеска ничего не видно вот я взяла 57 петель решила значит ну так как какой-то узор наверное будет не очень хорошо смотреться на такой нитке я решила сделать сетку майку сеткой и взяла немножко мало петель 57 петель почему здесь я в середине пустила изнаночные петли так как у меня мало пряжи у меня полтора матка должно быть значит на переднюю полочку полтора матка у меня должно уйти на спинку больше у меня ниток этих нет какие-то добавлять нитки я тоже не хочу потому что здесь и так уже достаточно разнообразных цветов поэтому моя задумка была такая с тем чтобы сэкономить пряжу в этом плане я пустила эти изнаночные петли когда я буду заканчивать изделие я одну петлю посередине распущу то есть здесь будет распущена петля здесь будет одна распущенная петля и здесь одна распущенная петля за счет этого естественно моя передняя полочка она увеличится в ширину и как раз у меня в длину уйдет полтора матка я думаю за счет этого у меня получится такая летняя красивая ажурная легкая майка вот и вот вот я провязала сейчас на данный момент вот сколько да вот вы видите сейчас даже я могу сантиметром измерить у меня связано всего 34 сантиметра в высоту и в ширину мое изделие вот если я не растягиваю просто вожу как она есть полотно значит ширину у меня получается 40 около 42 сантиметров ну естественно она будет пошире когда у меня петли распустятся и вот сейчас я связала в высоту 34 сантиметра у меня вот от такого клубка вот всего столько уже осталось то есть я закончу вот этот клубок от этого придется отмотать половину или просто вязать и потом взвешивать на весах когда останется 50 грамм значит закончить свое вязание как-то придется подгадать рассчитать ну в общем вот такая у меня задумка девочки пока что будет я не знаю как говорится в итоге что получится я пока не знаю ну я буду вас знакомить с этим процессом как только свяжу переднюю полочку и и сделаю эти спущенные петли увлажню придам форму тогда я сделаю видео мои процессы июль я вам подробно покажу что же у меня получается это у меня такая первая задумка на июль так в корзинку это все убираю вторая моя задумка будет по хлопку катя как я показывала в предыдущем видео я получила 20 мотков пряжи катя это хлопок испанской фирмы и я думала что из нее связать тоже ниточка довольно плотная поэтому мои задумки будет летняя такая кофта топ с коротким рукавом я бы хотела посредине изделия пустить ажур может быть по краям у меня тоже будет сетка рукава будут тоже из сетки чтобы как-то сделать изделие более воздушным таким не слишком плотным за счет этой пряжи скорее всего буду вязать возможно даже на пятерки также как и этот топ который я вот уже показала только что сейчас который вижу ну не знаю на что хватит на какое изделие мне хватит это какая будет длина рукава какая будет длина самого изделия если останутся нитки еще из этой пряжи то я думаю возможно будет еще на этой кофте тоже сеткой капюшон но это пока такая задумка я еще не начинала вязать я еще не подобрала рисунок ажур центральный это еще у меня все будет в процессе ну и как я уже сказала потом свои вязаные процессы буду вам показывать если вам будет интересно смотрите дальше теперь еще одна задумка у меня есть вот я даже не знаю на планировал она задумывала получится ли у меня это все связать вот такой мотив я связала почему потому что я хочу в июле сделать мастер-класс по детской юбке крючком вот с такими мотивами так как у меня схемы нет на этот мотив я его увидела одной женщины спросила мне очень понравились эти цветы она сказала бери крючок нитки приходи ко мне я тебе покажу и вот она связала мотив мне я вязала рядом с ней поэтому схемы как говорится нет просто вот так по памяти теперь я связала мотив другим цветом он у меня был там розовый желтым теперь я связала вот белый с голубым и хочу пустить такую ленту внизу юбки вот этими мотивами а вверху будет сама юбка белым цветом такая у меня задумка хочу до конца июля сделать для вас вот такой мастер-класс надеюсь что вам будет очень интересно поэтому такие мои планы на июль буду вас обязательно ознакомить со своими процессами вы все увидите как идет моя работа какие у меня итоги поэтому я на этом закончу свой обзор всем желаю прекрасного настроения вдохновения новых идей хорошего дня всего самого-самого наилучшего оставайтесь со мной с вами была я алена